Check out this epic drop! Справлюсь и записываю сегодня Автором данной карты у нас является Сергей Гонзенко Описание, ребят Длиннющие и предлиннющие Давайте только, наверное, шапочку зачитаю Собственно говоря, то, что у нас здесь будет на карте Карта моя Первая И прошу, строго не судите Особая благодарность Дмитрию Багельману За помощь в создании карты Значит, размер карты 21 на 21 Один гараж, который закрыт Три пилорамы, одна заправка, один из цеповала Одна точка погрузки 8 точек разведки, 5 машин, плюс 2 слота Под ваши моды Важно, Урал при игре в одиночке не заменять Так как он С двумя очками гаража Но, также хочу сказать, что Можно будет его заменить, если на вашем моде Устанавливаются дефолтные гаражные части Вот Также, ребят, присутствует здесь огромнейшее Описание относительно сюжета Там, ваш начальник, ля-ля-та-па-ля Фирма такая, вась-вась И так далее Ну, все это очень длинно Давайте, наверное, приступим непосредственно к обзору Я заспавнился, посмотрел, что у нас здесь с Уралом Он полностью убитый и полностью без топлива Трогать я его, пожалуй, не буду Поставлю я в таком случае Урал от четырехвостника И поставлю я своего еще Урал Плюс 432031 И в таком исполнении давайте стартанем И посмотрим, что у нас здесь с вами получится Карты хоть и небольших, ребят, размеров Да ёпты Карты хоть и небольших размеров Но, тем не менее, я так предполагаю Будут определенные сложности по открытию Ну, как я уже ранее сказал Автомобиль полностью поломанный Без топлива Вот, соответственно ХЗ, что у нас здесь с вами получится Давайте посмотрим, что у нас здесь вообще По автомобилям, которые мы с вами расположили на спаву Ну, та же самая Петрушка В принципе, ничего другого я не ожидал Та же самая Петрушка Поэтому активируем с вами УАЗ-469 Который также открыт на этой карте Неподалеку расположена точка разведки Никоим образом не агрессивно УАЗ-469 Неотъемлемый автомобиль для покатушек По карте Да, дорога здесь, конечно, такая ядрёно-батонистая Хрен такой, кипец Вот, первую точку мы с вами маханули, ребят На той стороне у нас стоит 255-й крайзик Давайте посмотрим, что у нас здесь Блин, я... По-моему, он там с автономкой, что ли Или ХЗ, что он там делает Ладно, давайте маханём куда-нибудь Я даже не знаю, честно говоря, куда Куда ехать Куда податься Кому отдаться Так, ну что ж, давайте, ладно Будем разведывать Попробуем на тот берег, наверное, переплыть Что у нас здесь, по-цивильному, да? Или как? Ядрёно-батонистая лужица, ребят Которую можно спокойно вот так вот объехать Так, а я понять не могу Здесь что у нас получаться-то? Ой, тут, короче, всё очень плохо Без вариантов А-ля строится мост Ну, ловить тут у нас, получается, что нечего По глубине реки Ну, дна не видно Поэтому нет смысла вообще туда нырять Поэтому Удаляемся мы сие Так, а здесь что у нас вдоль берега? Проезд, что ли, какой-то имеется, что ли? Трудно сказать, ребят, на самом деле Что у нас здесь имеется, а чего у нас здесь нет Ладно, будем придерживаться пока что асфальта Ну, что, в принципе, для первой работы достаточно неплохо Единственное, вот Тинт в луже, ну, не знаю Мне кажется, это слишком как-то хардкорно получается Несмотря на то, что это, опять же, первая работа автора Автор не побоялся и использовал дополнительные статические объекты Отчего, в принципе, карта немножечко преобразилась Ну, не рекомендовал бы делать вот таком вот исполнении камни Вот когда они вот так вот заужаются к низу То есть получаются такие как конусообразные Лучше вот эту часть, ее все-таки утапливать в грунт Вот, смотрится это гораздо приятнее Чем вот это вот такое надвисание какое-то Вот, ну, это как бы сугубо мое личное мнение Придерживаться я никого не заставляю По крайней мере, делаю я так На своих картах стараюсь углубить, как, скажем, камушек И оставить только макушку Тогда они смотрятся более реалистично и красиво Так, прогрузочка небольшая Не критично Но в целом, в целом, карта играется вполне адекватно Здесь у нас что-то какая-то орошительная система Или еще там водостоки какие-то Ой, водо... фу Короче, отстойники какие-то Ну, не знаю, насчет их места пребывания Нафига они тут, как бы, нарисовались Вот, трудно сказать вообще Давайте доедем до очередной точки разведки Мне нужен транспорт, который спасет Урал С гаражными частями Так, топливную цистерну, ребят, я уже вижу Вопрос, в каком она состоянии, да? Если есть запаска на КАМАЗе, будет вообще великолепно Запаски, ребят, нет То есть с ремкой мы пролетаем Но зато он полностью отремонтирован Полностью заправлен Ну, а что это у нас КАМАЗ-то получается? Какой? 6520, что ли? Да, не полноприводный КАМАЗ, к сожалению Шишига вот с ремкой, кстати говоря То есть можно взять Шишигу И ехать, так скажем Ремонтироваться, да? Блин, ну это, конечно, все прекрасно и замечательно Ну, е-мое, это сколько времени потребуется? Ладно, давайте сделаем иначе Пока что я ничего трогать не буду Поехали, съездим к Шишиге Просто я не пойму, где правильнее проехать надо будет Чтобы, допустим, подъехать К гаражным частям С какой стороны Это надо будет сделать Сюжет по открытию достаточно такой Замусоленный То есть надо и ремку подогнать К Уралу Надо и топливо подогнать К Уралу Вот, ну По поводу Самой Самой карты в целом Ну Можно было бы добавить, конечно На материал какое-то разнообразие Потому что как-то все Слишком Полеобразно Смотрим состояние Шишиги Ну В принципе Я думаю Она будет способна Доехать до Где там у острова Доехать до Гаражных частей Если Постараться Ух ты Как я урон-то не получил Понеслась бы Шаврай Вот этим я и люблю Уазики, ребят Я думаю Не я один Их люблю за это Просто Со свистом Сквозь лес Так Вот Открыли мы с вами Точку разведки Ну и вот таким вот Макаром, ребят Доезжаем до С места спавна Вот таким вот Макаром А гаражная телега У нас где-то там На той стороне ХЗ Где вообще 255-й На лесоповале Это все понятно Это все ясно Так Ну что мы с вами Делаем-то Получается Ну получается Мы вот так вот Едем Да На Шишиге До Камаза В Сцепке Потом едем До Урала Шуманькаем Заправляем И так далее Тому подобное Ну короче Поехали Попробуем По сюжету Прокатиться Открыть гараж Не знаю На что у меня Из этого В конечном итоге Получится Сколько у нас Там 400 ремки Да 400 ремонтных очков Но этого На самом деле Буквально Вот хватит Чтоб только Один автомобиль Ребята Одушевить Так скажем На спавне Про дополнительные Слоты Можно пока что Забыть Реально Забыть Ну единственное Что можно Будет подзаправить Но подшуманить Не получится То есть Представьте себе Что вам нужно Будет проделать Для того Чтобы Собственно говоря Сделать Так А вот тут Дорога Вот так вот Да Ну давайте Садимся В Камазика То есть Вам надо будет Открыть гараж В гараже Взять транспорт Съездить Опять же На спаван Отремонтировать Ваши Любимые моды И так В таком только Случае Они будут У вас актуальны Или же Тянуть На буксире Не знаю Насколько Это вообще Адекватно Неадекватно То есть Получится Не получится Ты че Еле едешь Давай Любимый Мой Родной Так Здесь у нас С вами Лужица Буквально Все лужи Стинт Ну не знаю Наверное Это не совсем Правильное Решение Каждый Лужи Буквально Рисовать Тинт Даже Здесь Вот Абрамка Такая Идет Вдоль Дороги Тинтом Да Давай 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 Езжай Езжай Что ты Все Застряли Ребят Все Трындец Приехали Станция Квасы Как говорится Да И Что делать У нас Было Вот так Как-то Здесь Просочиться Было бы Конечно Правильнее Все У меня Камаз Сандалился Да Может попробовать на лебедке вытащить машину Вряд ли у меня это правда выйдет Без подгазовок Так скажем Охренеть Вот это он засел А Ну здесь тоже Жопа еще та Ребят На самом деле Ну так то он по идее Потихонечку Что то вроде как Начал двигаться Да Начал Но опять встал Ну давайте попробуем Все таки на лебедке Ох ты Ёпта Ха Вообще Камаз Смертвековой Ха Только мы с вами Шевелимся Так Ну давайте Ладно Пробую тогда До дерева Какого нибудь Дотянуться Что ли Я не знаю Вот Дотягиваемся Да Ну я как Боюсь Как бы Они перевернулись Думаю Я любитель Я всего Вот этого Я любитель И такого Реалистика Больше Честно говоря Вот это вот Я просто пытался Изначально Конечно Подтянуться На С помощью Шишиги Так скажем Да Чувствую Что у меня Неболта Не выйдет Где это Все Объехать Я честно Говоря Не представляю Ну блин Мне короче Туда По любому На спаун Надо Как ни крути Я не знаю Что то конечно Автор Переборщил Ползить на Лебедки Мазик Давай 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 Не тони Только Ё-моё Да не тони Ну короче Беда Беда Ребят Но я не знаю Вот 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 Как Вот Если Если тупо Тусоваться На Лебедке То в принципе Да Почему бы И нет Да Ну я говорю Вот я как Любитель Реалистичности Каждые полметра Тащите машину На Лебедке Я не любитель Вот Я не понимаю Зачем ставить 6520 Если он здесь Ни хера Нигде не ездит Это там Вот У кого Читерские машины Там Прописка Прописка На дефолт Идет Какая-то Читерская Там Да То Может быть Для этих Людей Это будет И актуально Ё-моё Шишига Вообще Просто По управляемости Как По управляемости По проходимости Это я не знаю Не шишига А хер знает чё Вот И У кого Такого рода Моды У кого там Дефолт Даже летает По Экструдусу На сотню Где выкручено А у них Дефолт Летит Как будто По асфальту Для этих людей Может быть Да Актуально Будет С Дефолтными Настройками Игры 6520 Ну просто Ни о чём Вы уж Извините меня Конечно Но это Просто Ни о чём Вот как Здесь Проехать На 6520 Не пользовавшись Не воспользовавшись Лебёдкой Вот я Я не представляю Я не знаю Может быть Кто-то Как-то Что-то Представать И Шишида Сама по себе Ребят Вот всё Она застряла Смотрите Она застряла Нет Автор Друг мой Ну Нельзя так делать Нельзя Я считаю Что если ты ставишь Автомобиль На карту На На этом автомобиле Нужно по карте ездить А не На лебёдке Таскаться А здесь Получается Что только На лебёдке Мы таскаемся Да Вот я Выехал Но я Не дотягиваюсь Да Ребят Попец Полный Вот всё Машина Не едет Вот при всём Своём Повышенном Желании Машина Не едет Только на лебёдке Ползёт А вот этот Тинт Ребят Он и в самой Луже Тоже То есть Через ложу Проехать Ещё больше Будет сложности Потому что Вода имеет Такое Своеобразное Сопротивление Ну вот как Здесь ехать Ну скажите Мне пожалуйста Здесь ещё Надо обратно Проехать На 43.20 Не ну 43.20 Может быть Будет попроще Ну ё-моё Это Это просто Злодейство Я считаю Просто Злодейство Какое Не ладно Ребят Гараж Мы сегодня Открывать Не будем В таком Случа Я делаю Следующее Где там УАЗик Тут мало Того Что Гараж Открыть И потом Ещё Надо Сюда Опять же Вернуться Чтобы Мода Отремонтировать Но это Чистой воды Какой-то Не знаю Перебор Поехали Опять По лесу По одним И тем же Местам Раз Здесь Надо Проехать Надо Конитель Провести Что Не в жизнь Просто Не расхлебаешь Сейчас Будем Только Мода Перегонять В гараж И Собственно Говоря Открывать Гараж Сам А Проходим Проходить Карту Будем За Полчаса Да Так Давайте Естественно Мы это Всё Дело Ребята Объезжаем Мало Того Что Там Тинт Везде Так Ещё Экструды Плюс Это Атомная Просто Гремучая Такая Смесь Получается Поэтому Мы это Всё Таким Макаром Ребята Объезжаем А чё Повороты Были Какие Ни Разы Я Не Видел Поворотов Я Предполагаю Или Что Какая Нафиг Дорога А Вот Здесь У нас Типа Побед Ойё моё Язык Заплетается По Побережью Надо Проехать Да Ага Аброд То Где Вот Этот Что Судя По Всему Ребят Ну Давайте Пробовать Бороздить Просторы Этого Брода Ну Не Знаю Не Знаю На Уазе Ребят Как Это Проделать Я Дно То Не Вижу Ё Моё Вот Где Я Вижу Дно Так Это Только Вот Здесь Вот Где Вот Этот Автобус Стоит Ну Не Фак Что Я Здесь Проеду На Уазике На самом Опс Буквально По хребту Какому То Я здесь Передвигаюсь Плюс Минус Влево Вправо Там По Сантиметру И Считай Калека И Считай На Этом Все Закончилось Нет Ну С Тинтом Явно Автор Переборщил Я Честно Говоря Даже Не Знаю Что Это Так На Кое Оно Так Нужно Делать Я Не Знаю Здесь Тинт Плюс Ребят Как Минимум Автоматик Накидан Но Это Перебор Явно Не Так Тележка Фургон Тележка Аж Две Тележки Здесь Ребят Зачем То Я Не Понимаю Зачем Еще Там Что Есть У Нас С Вами Получается Да Точка Разведки Что Ну Да Ладно Давайте Наверное Сюда Я Поставлю Меточку В принципе Карту Можно Все Обкатать На Уазе Так Скажем Разведки Ради Ну Безусловно Да Делаю Скидку На То Что Все Так Это Первая Работа Автора Вполне Возможно Да Там Допустимы Какие То Ошибки Все Это Как Бы В Пределах Нормы Вот На Ошибках Как Говорится Люди Учатся Так Не Получаться Ребят Здесь По большему Счету Что Здесь Не Лужа Вы В ней Застрянете Это От Век Воли Не Видать Потому Что Банальный Тинт Экструдос Это Просто Это Атомная Смесь Вот Поэтому Просто Вы Либо Не Там Либо У вас Должны Быть Моды Какие То Накрученные Вот Просто Напросто Вы Не Проедете Там Смотрите Давайте Даже Продемонстрирую Я Вам Такой Момент Вот Открыли Открыли С вами 255 Пересаживаемся В принципе Мы Все С вами Тут Пооткрывали Тут Лишние Точки Разведки Получаются Немножко Вон Она Точка Разведки Еще Одна Но Она Не Нужна По Фактур Так Куда Куда Нам С Вами Податься А Вот Это Что Это Такое За Пятно Черное А Это У Меня Типа Не Открылось Ну Ладно Это На Ход Событий На Сам Дели Не Влияет Так 20 Минут Обзора Позади Но Еще Страшно В принципе Я Уже Закончил Хочу Продемонстрировать Вот Эту Трясино То Как как она вообще себя поведёт. Так, здесь хорошо. Всё, тинт здесь у нас только по бокам. Одеяльно проехалась. Ну, это я везу на окразе, ребят. Всего-навсего два очка. Давайте пробовать следующую лужу. Может, здесь действительно только тинт по окраине, ребят. Ну да, в принципе, смотрите, лужицы проезжаются нормально. То есть, пока я объезжал по бокам и засандаливал автомобиль в грязь, на самом деле, посередине, наверное, было бы проехать проще. Ну да, смотрите, выехал, смотрю, просто на плюс один буквально в каждой луже я проехал. Ну давайте, ладно, последнюю лужу на тест. Ну я считаю, не, нормально, адекватно. Забираю свои слова обратно относительно хардкорной грязи. И атомной смеси. Тинт есть, как бы, да, но всё в пределах разумного. Да, у нас здесь ещё одна точка разведки. То есть, пару точек разведки здесь, в принципе, такие, они не актуальны. И две телеги. Зачем две телеги, когда у нас Урал с гаражными частями? Ну это, наверное, знаете для чего? Это когда в мультиплеере играете. Вот. Чтобы не дефолтный Урал, к примеру, ремонтировать, да? Вот. А отремонтировать мод. И, собственно говоря, поехать уже там. Ну если в мультики играете, да? Каждый там из друзей отремонтировал по моду. Двое съездили за телегами и приехали в гараж. Как говорится, всё уже открыто. И, как говорится, катайся не хочу. Это, наверное, для этого сделано. Да хотя, если в мультиплеере, то у каждого будет по телеге. То есть, четыре игрока, четыре телеги. Два игрока, две телеги. Не знаю, зачем две телеги. Не понимаю. Вот. Ну да ладно, ребят. На этом я заканчиваю. Огромное спасибо вам за просмотр. Автору огромное спасибо за карту. Я считаю, вполне адекватная для первой работы. Так-то вообще шикардосная. Просто великолепная, даже так сказал бы. Вот. Автор молодец. Рад, что появляются в наших рядах, так скажем, поклонников игры Спинтайрис новые картоделы. Вот. Благодаря им игра будет, всё-таки, я думаю, ещё на плаву держаться. И достаточно долго. Всё, ребят. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Витарган177. Скачать вы эту карту сможете, увидев ссылочку под видео на сайте Эстемоции в моей группе. Всем спасибо. И всем пока.